Дисраптор Осталось 10 секунд Осталось 5 секунд Дисраптор Очередь Team Empire выбирать героя Рубик Оосталось 10 секунд Паренхар Осталось 10 секунд Осталось 10 секунд Осталось 10 секунд Алик Кure aquellos Продолжение следует... 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 Ну, там ребята потом густикус кушают и будут дальше себя спокойно чувствовать. Вот пик Рубика мне показался немного странноватым, потому что конкретно чего-то, что очень бы хотелось воровать, нет. Но у Рубика есть другая интересная особенность. У него и есть No Field, который дает 20% ауру магической устойчивости против Фуриона, Дизраптора, Тренд Протектора с Аганимом каким-то там. И Зевса это неплохая аура. А ты прикинь, что в теории вообще можно сделать? А Лоша купит впоследствии Аганимом, то обычно, ну получается, у него сделают где-то там ближе к концу игры. Начнет воровать глазики их расставлять, а потом еще овергроус ворует. Как такой вариант. Это может быть... Забить противника его за оружием. Это может быть топчик. На Фанника нападают, возможно будет семечка. Но так как, естественно, Фанник первого уровня, убить его труда не составит. И этот мощный Тренд Протектор, увесистый пичкой в 86, разваливает кабинет Дарксира. Кстати, что интересно, обратите внимание на именно айтенбилд Габлака. Вот сейчас я увидел топорик, до этого был просто сапог. То есть изначально он в таких же матчах просто сразу покупал Айн Далон и просто уходил в лес и фармил. Но здесь он сперва пошел про Гангл, что получилось сделать, и только потом покупает топорик. То есть он также будет стоять в лесу, зарабатывать себе экспирен, зарабатывать себе левел и с дистанции давать Ливинг Армор. И минут за 20 он вывозит себе Аганим. Как мы частенько это наблюдаем, там 22-25 минут, это иногда занимает по-разному. И Тренд Протектор становится очень мощным. Ну да, то есть все, вся карта на движении. Овергроу, который просто будет хейтить этого Драгонайт, этого Игрокоптера. Да всех абсолютно. Ну и плюс наши адгонетики тоже подмечали по этой глобальной стратегии. В Сом Сныча с профитом вызывает огромный магический прокаст. Ну, условно, тот же Рубик, например, несмотря на свою пассивку, да, будет страдать в любом случае. Да, но он просто сам по себе тонкий. Понятно, что Рубику вообще здесь придется покупать себе Клок чуть ли не на первые бабки. Просто, чтобы не дохнуть во время первых же замесов, когда все получат шестые. Ты там поймаешь верхнюю Зевса, всевышнюю Зевса и какой-нибудь там ультфуруча по тебе пройдется вскользь. И ты уже можешь отправиться в таверну. Так, Дизраптор выходит на нижнюю линию. Там по-прежнему Фаник. Фаник уже второго уровня, но у Дизраптора какой там левел? Второй тоже. И у него должен быть Глимпс. Вот он Глимпс и вот он Возврат. Отличные действия от Дизраптора. И Фаник опять погибает. В этот раз забирает его швэр. Да, ну вроде казалось бы, стоит Вард, но по этому Варду не бегают Тим Спири. То есть каким-то чудом пробежался вообще Дизраптор за спину. Ну и, конечно же, Апсервер, который стоит у Тим Спири, тоже вижен хороший. Ну, понимаешь, когда Вард дает тебе вот такой вот вижен, у тебя остается целый здоровенный коридор, вот этот, по которому ты можешь спокойно бегать. И при этом тебя никто никогда не увидит. То есть обычно какой-то Вард можно поставить в более дефолтном месте, вот сюда, наверное? Да, вот на этот пригорочек, например. И такие перемещения были бы невозможны. Но, с другой стороны, его ведь и поломать легче, поэтому... Смотри, там что происходит. Ну что, там у нас за айсбергом выехали. А вот, кстати, Алоша у нас умирает. И можно резолюшно, кстати, подмять тоже. Но приходит на Уфир, а там два сатирки, смотри, а шоквейк начнёт. Да, смотри, а там маны нет у первого. А, фармил крипочек. Автолайп прилетел, автолайп, ты что здесь хочешь? Нормально мы мотыгами надавали только что два сатира. Начинается карусель такая. Герои встягиваются возле медведения. Четыре персонажа здесь, например, практически было. Так, хвост бьёт крипов. Это, естественно, приятно. С квилингблейдом должно быть. С квилингблейдом, да? Да, норм. Вообще, там поначалу получилось так, что он по таворам довольно долго стоял и бил там крипов. Соответственно, с квилингблейдом это делать намного проще, чтобы не пропускать. Ну и плюс, опять же, фурион тебе помогает, ну, точнее, не помогает, а немного более весомым делает твой квилингблейд, потому что всякий раз, оказавшись в спрутах, у тебя есть оправдание, зачем тебе этот топорик нужен. Ну и, конечно же, уходить из-под спрутов, в случае, если спрофит будет атаковать, это прогрызать себе проход будет надо, видим, там гусиков у него нет. Ну, вообще, тут получается такой многофункциональный этот топорик, вот именно в этой карте он подходит во всех смыслах, на гирокоптере. Ну, причем, я думаю, что не только на гирокоптере, вот, в принципе, еще что-то можно потом купить. Нет, ну, хостер нормально тут уже себя чувствует, как там дела у Свена, у Свена тоже дела идут очень хорошо, у него еще фраг и ассист, не будем забывать, поэтому Рамзес тут суперкарно себя ощущает. Фаник, Фаник не может нормально появляться на линии, вот, опять его видят, опять габлак рядышком, не хватает только Дизраптора здесь для того, чтобы Сурджа выловить. И смотри, вот Дизраптор на третьем уровне не вкачал глимпс в два, а имеет первый кинетик филд. Вот не будет ли это такой небольшой, таким небольшим недостатком при попытке поймать этого Дарксира. Ну, видим, что Фаник все-таки уже научный горький моб, он далеко не высовывается, провожает пачку крипов и стоит уже, ну, прям практически на входе к этой самой топ-линии, да, вот здесь, на пороге. Ну, его нашли, его нашли, но вот первый глимпс, нет, его и с первым глимпсом поймают. Куда ж ты выходишь, Фаник, Фаник. Да, это будет еще фраг, еще станд, и это третья смерть для Дарксира. Ну, вообще, в глобальном масштабе, конечно, это не очень сильно будет сказываться, но то, что суппорты получают ранние левела сейчас хорошие, обратите внимание, флайд третий с половинкой и у трента третий с половинкой, это очень серьезно может сказаться на игре. Особенно тренд, тренд с быстрым вторым левенармором, то есть первый, он, на самом деле, ну, так, слабенько сейвит, но вот уже уровень 2, он просто непробиваемый для текущих лвлов героев становится. Ну, слушай, а вот тут теперь он не смог вылазка от Алохи, видит Нофира под смоками, есть хорошие, в принципе, сумоны, заходят за спину, толкают линию Резали и уши на айсберг, уходит под Тавор. Надо вот Алохи первым бежать, да, в итоге находит айсберга. А где Левенармор? А где Левенармор у нас? А Левенармор? Да, он не Левенармор, возможно, он на кого-то и, ну, в смысле, хороший фраг на Зевсе в миде и попытка запушить Тавор, там, тролли. Дебал, но остался в живых, в итоге. Очень качественно получилось, с терением флайта, разминает противника, причем очень важное действие он сейчас делает, он привлекает внимание оппонента и отодвигает их от Тавора. То есть пуш может сейчас сорваться. Ну, так и получилось. Драгонайт разве что еще раз там плюнет и будет вынужден отходить к нему. Тут прилетает ПТ, есть у него еще 15 зарядов в стике, это нормыч. Тебе обратил внимание, урезали, что на есть Сквеллингблэйт тоже. Купил все Сквеллингблэдные. Вообще, я обращаю внимание на то, что у Зевса есть ульт. Вот это очень опасно. Это нужно сразу понимать. Просто провоцировать. Габлак должен байтить сейчас всю эту бригаду. В итоге Зевс не успевает дать верхнюю. Далеко от находился. Конечно, что-то там не отъехал Габлак, но успел повесили гармор. Ну, он байтил, он реально байтил. Если бы сейчас погиб Драгонайт, это был бы хороший размен. Ну да, но прекратили, тем не менее, пуш тем спирит. Это очень важно, потому что Драгонайт получил ранний шестой уровень, не сразу пытался с помощью ультимейта его реализовать через ганг Алохи. В итоге не получилось. Тавр стоит на месте. Это очень важно. Это в конечном итоге сбивает темп резолюшина на покупку Блинка и всего остального. Ну, я почему-то уверен, что будет Блинк Даггер, первым артефактом УДК, играть именно первым темпом. Ну да, Блинк может быть очень хорош. Нужно будет ловить всех вот этих Зевсов. Просто когда Зевсу нагло упадает Драгонайт, он себя не очень комфортно чувствует. Особенно если за этим Драгонайтом следует нечто серьезное, а-ля там колдаун и все остальное. Ну, там были еще один выход в смоуке. Опять ребята собираются, опять выходят в мидл. Там уже очень битый тролль, совух, все очень битое. Зевса здесь пока вот-вот уже начинают видеть и возвращаются обратно. Вот уже хотели забегать с другой стороны. Ну, что-то как-то времени они потеряли. Они увидели, что Автолайв там лоу хп под этим вардом, но он убежал на базу, они развернулись опять. Да идите вы, да, убейте его в конце концов. Ну вот, выходит, есть станд по айсбергу, и айсберг, да, немножко тут опять заигрался. Его вновь убивают. Очень легко и просто. Зевс пока не оправдывает своих надежд. Играет как фаник, довольно не с его, я бы сказал, слишком далеко выходит. Сейчас опять будет, потому что в исполнении Empire есть уже катапульта на этот раз. Ну, здесь спасти Тавар уже не удастся. Глипа нет. А, крипы вытанкают. Ченовские крипы вытанкают. Причем Чен сейчас получит уровень 6 со следующего крипчика, и уже будет, собственно, олл хилл снизу, вот, хвостов, вот, били, да, 16 хитов оставалось. Там еще и Зевс потом контрольный ультимейт удаловал. Килбатилий, подстелить, хотела драки заработать. Всё понятно. Аж этот Зевс. Паникте временем. Уровень 6. Уже. Результа опять нападает. Пошёл на Рамзес, и Рамзес у нас узнает пути отхода. Но идёт Алоша. Получается, Стан Рамзес его просто убьёт. Нет, Стан, на драга Найта. Лиммигар может спасать пока Рамзеса. Ставится с порты, Алоша должен погибать. Приходит Альберг. И вот такая ведь будет проблема сейчас. Верхнюю молнию получает, есть молния нижняя. Кончается уже форма, ещё пару молний. Тэп-аут пытается сделать, и Стан все время не отпускает резолюшина. И ещё один кирп. Да, кажется, дождь начинается. Действительно, Зевс очень вовремя здесь появился, очень много урона нанёс. И сразу же компенсирует твои первые две смерти. Много дамаги. Начинают, а подключаться уже к Оргеру. А бирокоптер к блока убивает в центре. И добил. Добил, всё-таки добил. Чуть-чуть бы. Коля на полсекунды бы раньше его глимпсануло, и, возможно, бы последнюю тысячу он не успел нанести. Башню силы на верхней линии атакуют. Надо было лвл 5 и получить флайм, немножко не хватает. Темп скопился, скажем так. Вообще, конечно, очень много смещений, очень много перемещений. У нас Свены оказываются на нижней линии, гирокоптеры в миду. Ребята начинают активно как-то ротации проводить по этой карте. И довольно интересно от этого наблюдать. Ну, вообще, пока по графикам всё очень ровно. Имперцы там чуть-чуть выходили вперёд, сейчас их там немного наубивали. Но они по-прежнему держатся. Там у Курьера восемь холсов осталось. И он пытался его поймать, но не получилось. Вообще, возможно, Фаник это хочет ещё разок убить, но как-то не очень получается. Фаник стоит под своим тавором. Есть ультимейт тоже, кстати говоря, автолайфа. Куда-то пошёл. За Курьером он летит. Ах, чуть-чуть не успел. Чуть не успел. Реально, малость не хватило, но... Не колкула ещё близок. Не просчитал. Не колкула это, действительно. Так, ну и продолжают фармить. Нет, кстати, Резолюшн, обратите внимание, сразу же выходит в ОгрКлаб. Он, видимо, осознал всю мощь магии у команды противника и хочет обезопасить себя. Хочет, возможно, собрать Блоккинг Бар первым же артефактом. Рубик, кстати, Warcry украл. Нормально. Теперь Рубик даёт и армор, и магический резист. Ну да, какой-то суперполезный получается. Правда, не прокачан, конечно, ещё NoField. Прокачан NoField? Ну, наверное, на единичка имею в виду, не помню. Ну, ты не можешь его качать больше? У тебя шестой уровень. Ну так. Что ты хотел? Спорт, супорт, левел немного. Но то, что он уже его вкачал на шестом уровне, говорит о том, что изначально установка на NoField уже была у этой команды. Потому что просто так эти Рубики, они обычно даже плюсы начинают качать. На NoField почти внимание обращают. Кстати, молния была. Алоха улетает с телепорта, а на топе вышка пушится. Ну и снизу тоже будет сплит. Правда, юзается грипп. Возможно, успеют Empire и тавер на топе забрать, и снизу свой отдефить. Захотят ли? Вот в чём вопрос. Но, скорее всего, просто будет произведён размен. Вроде бы тпшки, конечно, имеются. А дальше пошли Empire, даже так. Ну, видимо, для того, чтобы просто стянуть противника на стирдвак себе. Потом уже разбитаться кто куда. Там ещё и mid lane тоже подпушивается, линзу покупает себе айсберг. Ну, в общем-то, стандартные пока артефакты выходят все коры, которые нужны. Да, но ДК, конечно, очень серьёзно пушит. Вообще эту Тир-2 не помешало бы защитить. Но, если забрать две Тир-1 вышки в размен на Тир-1 и Тир-2, то практически ничего не изменится. Тем более, что Хурион играет за Team Spirit. Не сможет иногда приходить там Т3 вам хостать. И плохо так ДК пришёл. Немножко побил флая, флая его глимсонул обратно. Мол, пуш продолжает. Нам здесь не нужен. Пришёл гирокоптер. Теперь гирокоптер на глимс уже не посадишь. Кулдаун. Да, но вышку, кстати, не забрали. А вот имперцы два товара смогли снести. Ну да, но, правда, Рамзес там снизу тоже Тир-2 сносит. И нет клипа, здесь уже и Рамзес его реально снесёт. Никто не приходит на ТП. Сейчас ещё потягивается и Фурион, посмотри. Та самая ситуация, когда пушит потенциал хорошую и той, и другой команды. Кто кого перепушит. Ну да, там либо одни провтыкали малость, либо другие провтыкали. И сразу же платят за это жизнью своих товаров. Кстати, Алоха, чё ты туда пришёл вообще? Алоха, давай вот, да, без грязи, пожалуйста. Потому что у Зевса 3 секунды до ульты просто. А Фуриона там 501. Ну да, Зевс, конечно же, тут не убьёт. 225 всего лишь. Прикинь, с Зевсом быть настолько жёстким, что собрать Агадним ещё до 16-го, точнее до 11-го уровня. Потому что урон вырастает почти в два раза. Башню сил света на центральной линии. Ну там, конечно, на последнем уровне прокате довольно суммарный такой, получается, приток этого самого магического урона. Ну да, да. Я к тому, что тут 225 стартовый, а так 440 сходу. Ну да. Это очень большая разница. Четыре раза. Дарксир Мекку купил. Вот. Первый слой защиты от магии готов. Осталось докачать немного Рубика и, возможно, собрать Пайп. Айсберг, смотри, какой наглец. Инвиза пошёл, мол, не прописал Резолюш, что Резолюшн в ответ получает форму. И, в итоге, лёгкий развод Айсберга вообще на эту форму получается. Да. Кстати, кстати. А забирать с этой формы уже толком нечего. Ну, Блокинг Бар уже почти готов у Резоля. Фармят. Фармят и фармят также Габлак. Не забываем, конечно же, про него. Потому что Аэрон Талон в действии постоянно его юзает. Уже есть Пойнт Бустер. 2200 голды осталось в Габлаку. И пошёл куда-то. Резолюшн под Суршом хотел зацепить. Не вышло. Не вышло пока. Ну, Имперцам, конечно, проще всего сейчас инициировать пуш только после того, как они сделают фраг. Но и без фрага, ведь он тоже всё-таки приходится. Пока Драгонформа активна. Хотя бы немножко Тир-2 побить. Но истягивают, истягивают с Имспирит, готовы давать тэф. Ну, слушайте, имперед в итоге сами провоцируют вот этот пуш из-за того, что Резольт поражал форму. И не факт, что они смогут тут защититься. По-моему, он Свет не здесь должен находиться сейчас. То есть кто-нибудь собирался БКБ, он стоит сейчас, смотрит на то, как ему сносят Тир-2 Тавара. А участвовать он толком не может. И пусть лучше Зев стоит себе над спами спокойненько. Там ещё Рубик верхнюю украл. Разрушена. Только что. Как-то время потерял немножко Рамзех, конечно. Ну, ты не видел, как мы горели, когда Тараро Блейд стоял на базе, пока ему базу несли? Башню Сил Света наверху не смотрел. Вот сегодня был финал китайского дивизиона, и там Тараро Блейд. Ну, не только, когда базу несли. То есть ему несли Тир-2, он стоял на базе. Тир-3, он стоял на базе. И базу несли, он стоял на базе. Это великий адспамер который, нет? Он, да, он стоит, спамит, спамит, спамит. Нет. Нет. В копочках нет. Автолайф выступил. Да, он прилетел сюда только что. Я немного не понял этот эпизод. Но, слушай, он еще даже выживает. Как бы это странно не звучало. А у него барабаны. Глимс по хвосту. Поста поймали под статик шторм. Еще молоток, сейчас его залетит. Взрывается гиролёт. Так, они неплохие оказались. Темспирит, это инициация от Фуриона. Казалось очень даже успешной. Потянулись тиммейты. Причем сам Фурион довольно толстый. Оказался по итогу, потому что есть барабаны. Просто не забрать. Еще 10 единиц брони. И на Рошана заходят. Да, круто, круто, круто. Очень даже круто. Они могут в таймбар прийти. Потому что без гиролёта там нечего делать. Без кулдауна там ребята будут выглядеть бессильно весьма. И Блокинг Бар сейчас будет долетать к Резолю. Но, опять же, его пока еще нет. А драться уже как бы нужно. Паник. А там ультов нет. Это тоже очень неприятно. Паник. Находит Алоха. Алоха почти щелкнула второй раз. Паник. Где стенка? Паник. Что со стеной? Со стеной твоей Паник. Овергроу пошел. Так. Алоха тоже его украл. И Алоха тоже его нажимает. У Габлака проблемы. Габлака избивает просто толпа юнитов. Но Габлак, кажется, убежал отсюда. У него еще 90-то здоровья осталось. Алоха. Там БКБ Резолюшн прожимает. Зажимает Айсберг. А Айсберг и нет просто. Поэтому там будет умирать. Умер. Аегис потерял. Зажали. Там теперь не Спартак на Офира уходит. АТБ не подменяет. Афтерлайф на той же месте, которую мы в прошлый раз пытались догнать. В этот раз его хвост догоняет. И Айсберга тут, конечно, попнули. В пещере в угол зажали беднягу. И Флая еще. И Флая выцепили. Вниз его уронил. Алоха. Да, вот так вот. Знаешь, тут неловкая ситуация, когда Рубик Тренд лучше, чем Тренд. Тренд. Да, 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 да. Потому что Тренд очень поспешил со своим Овентброуз. Он просто по одному Рубику попал. Рубик вообще не растерялся ни разу. Сразу так ручкой. А вот при этом и вспоминаем драфт, и вспоминаем, почему так интересно зашел пятым кликом Рубик. Потому что кто умеет на нем играть? Алоша умеет на нем играть. Показывал это неоднократно еще и в старом Ставе Эмпайр. И все восполняли его Рубик. И наконец-таки мы опять его видим на этом персонаже. Я не уверен, что был он на этих квалах на Рубике. Вроде как ему не давали этого героя. Но вот сейчас в финале удалось взять. И красавчиково. Пока все получается. Ну, пока да. Пока он молодец. Посмотрим, как дальше будут дела обстоять. Пока у нас тут Afterlife на топе. Немножечко подсплитит. Там вышка, кстати, очень битая. 178 хп. Перехвалили Азошу. Ну, загулял малость. Ничего не скажешь. Ну, с другой стороны Вард поставил довольно хороший, кстати, говорят. В центре к ней Виктор сервера. Но, скорее всего, должны догадываться, где находится Вард. И, возможно, Зевс придет сейчас проверять. Да, вот пингует. Пингует сейчас Дизраптор. Айсбергу. А тогда все плохо сделал Рубик. Тогда все ужасно. Тогда все реально плохо. Умер, и Вард разбили. Так, ну, Зевс состав Уфизендрай. Это либо выход в Аганим, либо в Юл. Может быть, Форстафф, наверное. Может быть, Форстафф, да. Ну, так его не хватало. Вот в предыдущей драке, когда он в Рушпите был зажатый, а Егис вроде бы при нем был. Он стоит с линзой. А что делать? Драконайд тебя бьет с руки. Сквозь него не пройдешь. Как, знаешь, так берет линзу и через солнышко так по Драгонайт выжигает, выжигает, да. Три пушки его. Ну, Драгонайт чуть больше, наверное, чем Зевс должен быть. Так, ну и Сэнджин Яша появляется потихоньку у хвоста. Сэнджин Яша. Ну, пока, конечно, артефакт на разгон. Вроде Доминатор есть. Делаются какие-то стаки. Стаков, так сказать говоря, не очень много. Но особо старается, конечно, от Сэна по фарму не уступать. Ну и, конечно же, нужно будет покупать БКБ, хвост. Нужны будут артефакты на урон. Нужно будет отпушивать и так далее. В общем, пока в процессе фарма еще находится хвост, еще не совсем готов, скажем так, принимать бои. Да, пока, если у него все залетит, что должно залететь от Team Spirit, он может погибнуть. Айсберги нашли. Айсберг на Сурже. Залетает и... Точнее, Resolution залетает на айсберги. Габлак даже не попытался-то. Ливенгармор, не Увергромб, ничего. Каждый с нас за себя. Разбежались. Я говорю, такую доту играть я не буду. Сам виноват. Ну и реально хорошо пробежались с Empire. То есть, казалось бы, вроде фармить там один герокоптер и не ожидали атаки Team Spirit, а не один герокоптер умеет. Получилось круто. На ДК тут еще и задувает. Ну и вот он со своей драгонформой залетает на вышку. Причем вот Ливенгармор в такой ситуации он мало спасает, потому что Коррозин Брэз очень быстро сбрасывает все стаки. Незвестимо от того, сколько там вообще крипчиков стоит. Но вот такой вот расхараста в рульке, он мало к чему может привести, если вы потом убегаете на длительный промежуток времени. Вот опять используется Ливенгармор, но опять он ничего толком не делает. Не, он съел там допустим урона там что-то 50, там 100 допустим. А слушай, удалось. Посмотри, на развороте поста-то с Т5 опять же без БКБ. Пост, Рамзеш пошел под БКБ, чтобы нарезать поста. Причем, что очень сильно есть подкилл АЧА. Ультимейт Зевса. И с ТП шел ЧАН неплохо получилось. Урграф по анаму Ризоль. Сейчас Ризоль нажимает БКБ и ТП аут отсюда. Понимаешь, что больше его нечем здесь поймать. А Лоша остался. Лоша. Ну урна висит, да и глинка, конечно, нет. Не уйти никак вообще. Да, его еще и глимпсуют. И вот так вот трупик его появился в центре этого ринга. Ну, ты знаешь, в момент атаки от Тим Спирита кор-герои спаслись. Это очень важно. Кор-герои спаслись, потому что вот небольшой такой, не знаю, тоже сумбур получился. Хвоста фокусили, фокусили, недофокусили. Потом на Ризоле остался один овергроус. Тут сразу БКБ, ТП аут. Кстати, можно было немножко, наверное, потерпеть. Дождаться, когда прожмет БКБ и потом оверграун нажать. Тем более, что остался Драгонайт 1. Геркоптер уже улетел на базу. Ну, как-то вы действительно поспешили, наверное. Может быть, не ожидали, что БКБ. Хотелось бы его увязать. Ну, вообще, честно говоря, пока проблема остается. Это Свен. Свен, который купил себе Блинк, у которого уже есть стартовый набор Свена-убийцы. Это Блинк БКБ. Дальше дело за малым. Дейдалус, Сатаник. Все? Все просто. Ну, действительно, все очень просто. Ты заходишь, потом режешь и героев, и... И не героев. Да, всех режешь просто. Причем, вот сравните, конечно, здесь герокоптеры и Свена стоят. И обратите внимание, что герокоптер только-только артефакт себе на разгон собирал, да? То есть он сейчас пошел в БКБ, конечно. Но он, кстати, продал Сэндж. Вот оно, что он понимает, насколько ему не хватает БКБ. Ну, вот он, Сашка. Он понял, что я не зря говорю в большинстве случаев по поводу Саши Яши. И сейчас он просто на своей шкуре прочувствовал, что если его захотят поймать, они могут его поймать. А если у тебя нет БКБ, то уж... Извините. Не дали времени на разгон. Вот еще проблема. Потому что Свен сам по себе, как герой, сочет того, что у него есть ультимейт, он начинает раньше быть полезным, нежели герокоптер. Поэтому герокоптеру нет возможности так прослаждаться, летать с Энджин Няшей и фармить. Поэтому сразу вынужден покупать БКБ. Но по-прежнему будет без урона. Напали на Айсберга вновь. Холдаун. Мимо. Но Резольф старается не отпускать Айсберга. Тут... Да, тут тренд протектор. Закинул на него Инвиз. Броу, хороши по всем. Ой, там Аганим. Там Аганим. Посмотри, Кинетик лошадь чуть... Было бы и выжал, но нет. Ультимейте вставить. Дальше придется в атаках. Бежим три. Вот он Аганим на тренд протекторе. Помнишь, я говорил, двадцатая минута Аганим. Вот он, двадцатая минута Аганим. И первое же результативное использование ультимейта. Чем так это удобно комбинировать с ультимейтом Флая. Там стоят на месте персонажи. Проще ничего не придумаешь. Поставить статик и кинетик. Все, сразу два трупа. Да, здесь на этом замесе, конечно, нехило разжился. Тут хвост нашел Nature's Profits. Правда, не понятно, пока еще кто его нашел. Тут Фэээээээнс, с молоком, еще и Глимс. Прям все вместе накидали по хвосту. Падает вертолет. Это минус четыре суммарно только. Чен остался в живых. У Чена тоже сейчас появится Аганим. Плохо то, что гирокоптер погибает, не насобрав БКБ, и снова лишается денег. Да, да. И не с самого нуля придется фармить им этот самый свиток. Конечно, вот потери темпа в виде проданной сенш и так далее. Тут даже не полный сенш, свит, но все равно. Ты теряешь сейчас денег, которые тебе так крайне необходимы. Ушибаются пока имперцы. Ну и, конечно же, тем спирт этим пользуется. Клабилитер 2. Да, ну вот сейчас можно посмотреть на графики и увидеть то, что, наверное, впервые за всю игру они действительно начали не так плавно падать или расти. Скорее, с какой стороны посмотреть. Просто по деньгам. Да, тем спирт просто пятерик заработали за последних минут и 4 по деньгам. Ну и по эксперт тоже примерно такая же ситуация. Ну, имперкам сейчас нужно как-то захолодить драки, нафармить себе наконец БКБшки, уже начинать гирокоптеру сразу же фармить какой-то урон. Ну, я думаю, что тем спирт прохлаждаться толка не будут. Там у Рамзеса появится сейчас какой-то кристаллис, наверное, или что у него там есть? Ну, стандартный обычно кристаллис появляется. Вообще, вот такие герои типа Свена, когда у тебя нет кристаллиса, играть достаточно тяжело. Отсутствует вот этот именно burst damage, который нельзя рассчитать, и который, если вылетает, то вся команда сразу паникует у противника, я имею в виду. Кстати, опять у нас дерево зашло, продолжает утвардить. Кстати, что по вижену, нет ли там гема, вот что-то такого, чтобы можно было ломать. И СН3 даже нет. Вообще ничего нет пока у имперцев, они этого тренд-протектора сейчас просто отпускают. Денег нет даже элементарно, чтобы приобрести себе какой-то гем. Да и не факт, что этот гем будет очень долго у них в инвентаре держаться. А с другой стороны, против этого самого тренда никак не поиграть. Не можешь бегать бесконечно под этими Ice in the Forest. Видно, во-первых, во-вторых, всегда можешь начать драку какую-то, которая будет... Ты можешь умереть так, как ты умер вот буквально пару минут назад. Ну так, вот здесь вот. Тяжело. Очень тяжело. Вообще непростая ситуация Empire, непонятно, как вообще из нее выкручиваться. Вроде бы нафармил Чен себе на Аканим. Ну а что с этим делать? Ой, Алоша здесь может сейчас подставиться и бегать под чужими вардами. И здесь Алоша тоже поставит... Бежит, 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 бежит на барабанах. Фурыч ульт не давал, а у него кулдаун еще 15 секунд. Ростов, Айсберг. Дал молнию, не попал. Есть Еол, но Алоши нет возможности. Да, подсветили Алоху. Ну, знаю, куда он убежал. Еще одна верхняя. И Рубик погибает. Слышь, что тело из нас не временем Чен с крипами. Ааа, хитрец! Жук какой, а? Реально жук. Рубик действительно, смотри, вот он и Нулфилд. То есть телекинез просто в единичку, ну, чтобы был. А Нулфилд уже на 3, чисто для дополнительного магического резиста. Но даже это, мы видим, пока не особо помогает. Без Клоки в инвентаре Рубику сейчас будет очень тяжело. Ну, как-то вообще, да, грустно, конечно. У них, получается, есть только одна мега на то, чтобы восстановить себе запас здоровья после прокаста. Этого, конечно, безусловно, мало. Очень мало. БКБ только одна на команду по-прежнему. До сих пор хвост. 25-ая минута нет. БКБ еще 300 монет фармить. Да, тяжелая ситуация. Очень тяжелая ситуация. А при этом Тарамзес, конечно, купив Кристалис, ускоряется в фарме. А его уже вообще почти не остановить. Он уже на 3,5 тысячи обгоняет. Ну, практически на 3,5 тысячи обгоняет и Драгонайта, и Гирокоптера. Еще и Рошана сейчас ребята здесь заберут. И что теперь делать с этим Свеном, не совсем ясно. То есть деревня вопрос как-то порешать. Он-то пытается как-то... А, у Гем появился. Во, Алож купил Гем. Ну, это вынужденный, конечно. Это Дарксир, кажется, его только что купил. Ага. Во, значит, фаник расширился. Ну, окей, он купил Гем. Взамен того, что не купит тебе блинг в этой игре. Судя по всему. Денег, потому что нет. Ну, а драться-то без Дарксировского блинка и стенки стяжки будет очень тяжело. Если уж драка такая стоит. Но драка будет совсем скоро. А забежать тяжело будет. Потому что будет Орграус, будет там Зевс, Дизраптор. Все это будет кастовать, кинетик филды. И ты можешь просто не добежать до драки. Ну да, тут такая палка о двух концах получается. То есть, с одной стороны нужен Гем, с другой стороны нужны деньги на блинг. Ну, чаша весов перевесила в пользу Гем, а Гем все-таки нужно, чтобы побороться с вами. Да, ты чисто с тактической точки зрения уже будешь очень глубоко позади. Если ты сейчас не купишь этот Гем и хоть немножко не задевардишь. Но идти сейчас куда-то девардить одному Рубику тоже не вариант. Ему нужно искать себе плюс один и действительно пользоваться чьей-то поддержкой. Потому что в соло его сейчас просто убьют, когда он будет по лесам там ходить, бродить. Да, поэтому старается аккуратничать. Там все время была попытка Трамзеса поймать Гирокоптер, хвоста сразу тпшит. Ну, вообще не ровен час, что Тим Спирит будет подниматься на хайграунд. Правда, пока удается сплитить немножко, подпушивают топ-лейн. Ну, это все делать не так просто, потому что есть Фурион, которому на сплит все равно. Отбивает моментально с помощью своего ультимейта любой пуш. Не завидная ситуация, Пайджер Пайр. Надо искать ауты. Какие могут быть ауты и эмпайр в этой ситуации? Три тролля члена. Мне уже нравится. Доминатор и еще один тролль. И Доминатор и еще один тролль. И тупо держать Свена. По-другому я вообще не знаю. Посмотри на этого монстра. Он сейчас приходит, у него криты сейчас уже 572. Ну, грубо говоря, 6 соточек. Сейчас он подрубит ГДСик. Чем ты будешь останавливать? Просто зарайдкликает всю команду до смерти. Маск, госкептеры, тролли, форстаффы и, возможно, глимеркейперы. Да, и при этом надо еще чем-то его убивать. Это тоже важно. Это уже следующий тамп. Есть одна штука, которая может частично заменить все это. Это Драгонайт 16 уровня. Но до него еще качаться нужно немного. Что еще неприятно, вроде бы, Драгонайт... Посмотрим, за моментом Рамзес куда-то пошел. Пошел и видит цель. Нет, не видит цель, цель убежала. Так вот, неприятно, на такой момент немножко, что Драгонайт вроде бы славится тем, что он бронированный персонаж. У него хороший резист физ. урона. Но если Свен вдруг бьет не тебя, а рядом с тобой кого-то, то с Клива ты отлетаешь так же, как и все остальные. Да, пофиг вообще на твою резист. А если секунточку, то у него 1600 хп всего лишь. Это не так много. У него нет ничего. У него БКБ, ПТшечка, все остальное. Статов вообще никаких нет. Ну, вот, может быть, такие смок-вылазки, которые сейчас решил придумать NoFear, помогут. Где-то подловить потенок бегающих персонажей Team Spirit по карте. Например, вот фармит один габак. Чем не цель. Ну, смотри, вот к Ризоле прилетел сейчас Гипперстоун. Так же есть, мы видим, у Чена древний гранитный голем. Который немножко густит как раз этот запас здоровья. Свен просто двух ударов убивает Рубика. Стрепил на пригорке. Квешка, может быть, даже была излишней, но там много героев было. Ну, кто его знает, кто-то был рядом с этим Рубиком. Ну, и плюс Рубик тебя просто в телекинез и отбросил. Кого-то там убил. Ну, да, БКБ, возможно, немножко переборщил. Пойдут ли прямо сейчас спирит давить? Потому что у Свена вообще уже есть набор Джентльмера. Он уже действительно может тут сносить всех и вся. Ощущением действительно готовый Team Spirit. Готовы были в момент убийства Рошана. Ну, что-то, видимо, хотят еще больше преимуществ, еще больше артефактов лишних каких-то. Ну, у них уже 12 тысяч. Ты посмотри, какой стремительный был рост экономики. Они вот за 21-ю минуту по 28-ю заработали 10 тысяч золота лишних в сравнению с Team Empire. Ну, рост впечатляет. Мы видим, графики-то не останавливаясь, падают вниз. И на дистанции, понятное дело, через минут 10 эти графики будут показывать 25 тысяч. Но уже, конечно, будет еще тяжелее Empire. Поэтому, возможно, не торопятся, потому что все идет слишком хорошо. Ну, может быть, но не знаю. Ладно, пока особо им волноваться нечего. Пока у них на карте листиков много. Пока они периодически видят там то одного, то второго, то третьего героя. Вот он, Габлак, нашел еще ноуфира. Рядом тиммейтов нет, конечно, но Vision дает. Есть один маневр для камбэка. Это хвост, который переквалифицируется в разок в Александре Юрьевиче. Который раз рапирка, два рапирка? Вот именно в такой. Может помочь, кстати? Такое, конечно, всегда может помочь. Но факт того, что Sven будет бить, это вообще никак не отменяет. Да. А пережить это бить как-то нужно. Короче, мы в каждом варианте заходим в тупик. Этот тупик называется Sven. Да, вот при каждом варианте реально Sven. Ну, вот я уже сказал, куча троллей. Я не знаю, ну, если вы не набрали ничего, что может пробивать сквозь БКБ, это, во-первых, ваши проблемы. Во-вторых, нужно выкручиваться имеющимися уже методами. Из имеющихся методов и реально тролли. Ну, понятно, что там одного гранитного голема можно взять, ну, потому что аура очень крутая. Я там, может, перебарщу, когда говорю, там, 500 тысяч троллей. Но суть ясна. Суть ясна, да. И, конечно, собирается еще и аншентов, там, старается чем. Наверное, плохо для него только, ой, подхилить, пытался, а толку? А толку, если Рамзес убивает парочки ударов? Ну, удалось только сохранить одного суммона. Выжил там, по-моему, только дракон. Или там вышел? Там, где он? Где, собственно, сам Чен? Чен здесь, а где его суммон? Значит, никто не выжил. Никто не выжил. Ну, к сожалению, надо заново зоопарк собирать. Но это вообще беда. Если Свен вот так вот двух ударов разбивает всех твоих, даже, эншентов, о каких троллях может быть речь? Ну да, плюс смотри. Плюс, вот, например, у Гирокоптера появляется Манта Стайл. Это понятно, что там можно из корней там выбираться и все такое. Но, Свену пофиг на твой Манта Стайл. Мне-то кажется, что когда ситуация, вот, безнадежная, она близится к безнадежной для Эмпайр, по-моему, надо было рисковать. То есть, ну, Манта Стайл, понятное дело, что артефакт на статы, вылезать из корней, ну, может быть, стоило все-таки в урон, может быть, доедалось даже тот же. Ну, просто вот пробовать, улынить своеобразно, таким образом, этим билдом. Ну, не знаю, не знаю. Рэпперос. Ну, рэпперос, да, хочется. Рэпперос. Чисто по-человечески, чисто по СНГ, что ему хочется. Ну, так вот, хвоста поймали. Сразу же Манта поставил и улетел. Октарин появляется у Севса. Ох, Иллинг. Да, я просто сейчас включаю, что так вот вижен от команды спирит и понимаю, что они контролируют почти все. Видят и Алоху, и Ноуфира сейчас, и внизу там Ризоля с хвостом, кажется, заметили. С Ванником. Как тебе мышки играть в Мспире сейчас своим противникам? Мы вас всех видим. Лапкой вот так двигают из стороны в сторону, мол, где у нас вардов нет. Ну, давайте, ну, придумайте еще что-нибудь, да, победите, чтобы у вас где-то еще не спалили. Так, вот сейчас попинговали на Алоху, который побежал на топ, но там никого у спиритов нет. Хотя, может быть, Фурион захочет прилететь. Просто на секрет-шоп. Может быть, найдет он там Алошу. Алоша пока идет сплететь вверх. Ну, там уже Фурион летит. Алоша, разворачивайся. Алоша, что ты делаешь? Алоша, ну зачем вот это вот воровать, Алоша? Не, ну он сейчас вот типа телекинезит, отбрасывает. Алоша. Да, ну смысл. Так себе сыграно, прямо скажем. Возможно, конечно, не ожидал, что есть Хекс, но стоило предполагать. Так, ты нажимаешь на героя и видишь, что там есть Хекс. Ну, он типа только в треналатке был, возможно, только что скупил. Представляешь, что он почему-то начал бить Рабзеса. Ой-ой-ой, там критуля залетела, просто первая плюха. Геракоптер стоял рядом. Он просто стоял рядом. Его Рабзес не трогал. Он умер просто рядом. Алоша умирает, минус 4, пятый игрок команды Эмпайр также погибает. Я не знаю, увидим ли мы сейчас надпись «Good Game», но, честно, вариантов почти я не вижу. Ну, я в начале игры сказал, что оба пика принадлежат этим командам по плейстайлу, но вот Эмпера со своим Драконайфом не надеялся. Да, задумка на игру. Вот, задумка на игру у Спиритов оказалась лучше, чем у Эмперии в итоге. Да, вроде бы герои есть. У реализации как раз. Вроде бы герои, которыми они любят играть, могут играть, но конкретно одна задумка – не контрить другую. Вот и всё. Да, да, давайте вспомним какие-то моменты, когда Эмпайр пытались, гангли через мид и сразу же обламывались об Ливенкар Боур, опять же, от спам Зевса и так далее, и так далее, но просто не получилось. Они, думаю, даже поднимались на хай-грамку почти. Видим, Тир-3, да, пробит на часть хп. Через 17 секунд у Рамзеса будет ГДС и ещё один. Ну, это так вроде неплохо метелит твою роль. В тавернате просят Эмпайр, не байбэкает. Ну, сторону уже одну потеряли. Ну что, бой-то, наверное, дать надо какой-то, да? Такой красивый бой, Эмпайр. Давайте, где-нибудь синицируем сейчас, кого-нибудь на отходе поймаем, ну, чтобы вот с песней, что называется, заканчивать. Там Зес, ну, Рамзес и БКБ, ГДС, всё готово. Да, ему маны бы ещё немножко подсобирать, хотя бы сорокет. Ну, ладно, не сорокет, там 80, чтобы ещё... Эммм, Варкрай хватило. Ну, 25 тысяч преимущество. Да, да там на преимущество можно уже даже не смотреть. Нужно просто понимать, что у Империи, уже говорили, вариантов для выхода почти нет. Рамзес пошёл. Ну, вот, корни сработали. Раз, два, три. А, знаешь, в чём соль? То, что Хвост пытался увернуться ранее от Глимса Монтастайлом, и сейчас он у него был в кулдауне. А, тут поймали вроде бы Свена, но Свен просто не выдержал. Ну чё, Эйнж это пошёл пофармить? Сейчас вот БКБ заканчивается, смотри. Вокруг него кружат персонажа Импайр, он разворачивает тому стучку, этому стучку, всем по тучке. Так, ГГВП. Просто пишет No Fear, и это 1-0. Команда Spirit выходит вперёд. Вот так вот Артурка-то собрал себе стак. Люди ещё не научились правильно писать слово Рамзес, как он уже поднимает титул чемпиона мейджора. Да, 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 6-6-6. 6-6-6, да. Люди ещё пытаются правильно прочитать, а уже близится к этому. Это близко. Нет, ну, на самом деле, вот я как бы пытаюсь и там, и там найти плюс, какие-то фиг, трафт, но на самом деле такое ощущение, что Team Spirit проблем вообще не почувствовали в этой игре. Их просто не было. Ну, я тебе поэтому и говорю, то что одна задумка оказалась, ну, просто чуть сильнее второй в итоге. Возможно, Империи не хватило чуть-чуть пораньше начать, например, давить. Вот, понимаешь, они пытались. Вот на Тир-3 заходили. Да, они уже нормально даже зашли, но ты не можешь против Тренд Протектора вот таким образом заходить. Ты не можешь зайти, дать плюшку Драгон Найтам и потом ждать там ещё одной формы, зайти ещё покоцать. Ты заходишь, там опять в Флоу и Тауэр. Что делать? Есть выход из ситуации. Главное, опять же, после Каш... Бонить Тренд Протектора? Я знаю, как Дота работает на этом уровне. Надеемся, что знает Империи. Слишком много банов тогда нужно делать. Это да. В общем, небольшая у нас...